я вам девочки вот что скажу о вождении в нетрезвом виде вот я вчера оставила машину на парковке провела время с подружками в ресторане и вернулась домой на маршрутке и знаете что я даже очень этим горжусь особенно учитывая то что маршрутку я вожу впервые в общественном транспорте едет женщина с детским горшком в одной руке и сумкой в другой пробираясь к выходу тычет горшком впереди стоящего мужчину и говорит мужчина вы не сходите тот опускает голову видит горшок и говорит да нет спасибо я до дома потерплю ой скажите а где вы так научились танцевать чечетку в семье у у вас наверное родители были танцорами нет у нас семье было 15 детей и один горшок на всех поженились как-то молодая пара и во время свадьбы они дали друг другу клятву говорить только правду и вот обстоятельства сложились так что муж уехал один отдыхать на курорт ну короче отдохнула там хорошо уже возвращается домой в поезде и думает вот какой я верный муж за две недели не только не загулял не с одной женщиной я даже ни разу не посмотрел в их сторону и тут в это время с верхней полки свешивается изящная женская ножка но мужик не удержался и потрогал за пяточку ножка не убралась он тогда осмелел и потрогал выше ножка висит он еще выше в общем на первой же станции они вместе сошли с поезда сняли номер гостиницы а муж думает блин надо же ведь жене как-то сообщить она же ждет волнуется а главное написать правду клятву же давали ну подумал подумал и шлет ей телеграмму дорогая извини но я немного задержусь ехал домой подвернулась нога лежу в постели обнимаю целую твой муж приходит муж вечером с работы жена сразу пошла на кухню готовить ужин а он уселся в кресло перед телевизором как вдруг с балкона стучится полностью голый мужик и говорит слушай мужик выручай я тут в гостях был этажом выше как вдруг там уж вернулся помоги а ну хозяин с пониманием отнесся к такой деликатной проблеме незваного гостя впустил квартиру дал ему свою одежду и потихоньку чтобы жена не услышала выпустил его затем вернулся в любимое кресло сидит такой и думу думает тут жена с кухни заходит а ты чего сидишь такой задумчивый да я вот все думаю а когда это к нашему дому успели шестой этаж пристроить